На саммите в Вашингтоне Североатлантическому альянсу необходимо разработать общий стратегический подход по сдерживанию России, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время встречи глав дипломатических ведомств стран Североатлантического альянса. Саммит должен обеспечить укрепление сдерживания и оборонной позиции альянса, включая нашу способность эффективно противостоять гибридным угрозам со стороны России и других стран, а также помочь нам сформулировать надежную стратегию сдерживания России, потому что Россия предоставляет угрозу не только для Украины, но и для всех нас. В 2024 году страны НАТО планируют потратить на оборону рекордные 380 миллиардов долларов, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Толденберг. При этом пишет Financial Times ссылкой на представителя НАТО. Пока у стран блока есть только 5% необходимых мощности ПВО для защиты Центральной и Восточной Европы. Союзники договорились приобрести еще 700 истребителей пятого поколения, а Берлин и Вашингтон собираются построить в Германии новый завод по производству ракет Patriot. В ЕС обсуждают создание небесного щита, который будет включать израильские ракеты Arrow 3, американские Patriot и немецкие Aris T. По информации Financial Times, этот проект предложила Германия. Хорошая новость заключается в том, что союзники по НАТО сейчас действительно активизировались, когда речь идет о расходах на оборону. Мы получим новые цифры к саммиту, но я ожидаю, что по крайней мере две трети стран будут инвестировать на 2% больше в оборону. И мы сможем объявить более точные цифры в ближайшее время. В Альянсе за последние несколько лет удвоилось количество союзников, которые тратят 2% ВВП на оборону, отметил Столденберг. Остальные страны блока должны достичь этого показателя до 2029 года. Например, Мадрид в 2024 году выделил на оборону 1,3% бюджета. В то время как Берлин уже обсуждает установление целевого показателя в 3%. Польша в 2024 году потратит на оборону более 4% ВВП. Это самый высокий показатель среди европейских стран-членов Североатлантического альянса. Оборонный бюджет США за два года вырос более чем на 8% и достиг 886 миллиардов долларов. Помимо проблем с бюджетными возможностями и задолженностью, на нынешние дебаты о распределении ресурсов накладываются различия в восприятии угроз в Европе. Поэтому страны, расположенные дальше от Украины, могут быть менее склонны уделять приоритетное внимание вопросам обороны, чем те, что находятся вблизи ее границ. Джеффри Радке, президент Американо-германского института при университете Джона Хопкинса в Вашингтоне, в комментарии Дойче Велле. На июльской встрече лидеры стран НАТО примут решение по укреплению обороны, сообщил генеральный секретарь альянса. Он поддержал решимость союзников по блоку инвестировать средства в новые военные технологии и в повышение боеготовности.